Всем привет! В сегодняшнем видео вместе с вами будем тестировать пудровую помаду от NYX. Давайте приступим! Мне уже очень давно хотелось попробовать этот продукт, и вот я наконец решилась. Но прежде чем нанести его на мои копы, давайте чуть больше узнаем о нем. Полностью этот продукт называется помада для губ с пудровым эффектом Powder Puff Lippe. Я сейчас на сайте NYX, у них представлено по-моему 16 оттенков. У меня оттенок 08 Best Buds. Мне кажется, такой более нюдовый оттенок с немного розоватым подтоном. Производитель пишет о том, что финиш у этого продукта матовый. Также здесь есть мягкий аппликатор, который хорошо растушевывает продукт, создавая невесомый слой. Они также говорят о том, что для того, чтобы создать такой матовый эффект, нужно нанести какой-то праймер, что очень странно. А для более такого сияющего что ли эффекта нужно наносить продукт на бальзам для губ. То есть можно, видимо, и так, и так. Ну, посмотрим. Что меня привлекло, это то, что с вот этой помадой, как я поняла, можно создавать такой нечеткий контур, как будто бы, знаете, как бы объяснить этот эффект, как будто бы вы только что целовались, может быть, да, и вот остался какой-то цвет такой на губах. Поэтому посмотрим, давайте немного приблизимся и приступим к тестированию. Мой макияж закончен, все продукты, которые я использовала сегодня, будут в описании внизу. Вот в такой коробочке продается сама помада. Вот мой оттенок, вот сама упаковка. Цвет упаковки вот самого тюбика также немного соответствует самому оттенку, то есть легко определять, они не все одинаково выглядят. Так, вот, начал появляться цвет. У меня немного осталось бальзама на губах, но я думаю, что теперь все. Здесь какой-то шоколадный, что ли, запах. На губах действительно практически не ощущается продукт. Не скажу, что он прям, помада очень красиво лежит на губах. Попробую нанести еще чуть-чуть. Ну, в общем-то, как-то так. Не знаю, про стойкость на сайте ничего не было написано. Ну, да, видите, она, в принципе, не закрепляется. Это не матовая такая жидкая помада. Посмотрим, может быть, она будет оставлять какой-то оттенок на губах. Пока я, скорее, не супер в восторге. Если смотреть вблизи, на губах помада выглядит как-то не очень равномерно, что ли. Но можно, да, с ней сделать действительно такой эффект, как зацелованных губ. Посмотрим, насколько она будет держаться долго, будет ли сушить губы. В общем, как она весь день продержится. Я думаю, что мы скоро будем заказывать пиццу. Поэтому я обязательно вам покажу до и после. И при необходимости снова нанесу. И, как обычно, конечно же, буду носить ее целый день сегодня. Буду вам показывать периодически. И в конце дня расскажу вам свои первые впечатления. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Добрый вечер. У меня на часах уже 10 часов, начало 11-го. И я готова рассказать вам о своих первых впечатлениях от использования помады с пудровым эффектом от NYX. Сейчас у меня ее уже на губах нет. Помада совершенно не стойкая, хотя и матовая. Я это не ставлю ей как бы в упреку, потому что они не обещали такого эффекта. Но, тем не менее, ее совсем уже нет. И она достаточно быстро исчезает. Особенно, если вы хотя бы что-то пьете. Воду или еще что-то. А я все время стараюсь воду пить. Я не советую вам этот продукт. Честно говоря, я сейчас даже не могу сказать, какие в нем есть плюсы. Плюсы. Зато минусов, как мне кажется, вагон и целая тележка. Во-первых, цена. 700 рублей, 750 рублей за вот такой тип продукта. Просто какая-то огромная цена. Потому что помада, мне кажется, даже на 100 рублей не тянет. Я бы даже за 100 рублей ее не купила. Во-первых, она неравномерно сидит на губах. То есть, какими-то такими проплешинами подчеркнет любые шелушения, любые такие, как, скажем, складочки, что ли, линии на ваших губах. Плюс оттенок вот этот какой-то достаточно странный. По крайней мере, на мне он не очень хорошо выглядит. Но это не минус. Это просто мои предпочтения. Но то, что она неравномерно сидит, это точно. Она сушит губы. После того, как я ее первый раз нанесла и поела, я прям сразу почувствовала сухость. Затем я попыталась нанести эту помаду на бальзам. И вот вы, наверное, этот клип видели. Она такая действительно выглядит таким блестящим, сияющим финишем. Но после того, как она даже на бальзаме, она неравномерно очень сходит. И потом это выглядит на губах так себе. Нестойкая, сушит губы, дорого стоит и неравномерно лежит. В общем, одни сплошные минусы. Я не думаю, что на самом деле мне захочется ее потестировать еще раз. Возможно, она кому-то другому подойдет. Но мое личное мнение не рекомендую. Ну, у меня все на сегодня. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Не забудьте подписаться. И до скорых встреч. Пока.